Система, когда человек приходит на обучение, обучение оплачивается в тот же день. То есть это мотивация, это доверительное отношение компании, это какой-то, знаете, стимул работать, развиваться в компании. Поэтому каждый день у нас 500 гривен у вас на руки будет капать. Первый день обучения, второй день обучения, третий день обучения. Дальше вы ходите уже на работу, на адаптационный период, и каждую неделю у вас ставка 5000 гривен. Каждую неделю, каждый вторник ставка 5000 гривен. Плюс бонус, плюс процент, он выплачивается раз в месяц, 15 числа. То есть тоже очень удобно, регулярно, каждую неделю. То есть даже какой-то аванс просить, умолять там у руководителя не нужно. Потому что иногда стыдно. Приходишь в команду, выплаты раз в месяц, и ты сидишь на коленях, просишь этот аванс, как какую-то безхатьку. Такого не должно быть, вы работаете, вы зарабатываете регулярно. Так, нифига не почув. Отправьте деньги на карту, завтра на обучение онлайн выйду. Молодец. Онлайн у нас нет обучения, у нас обучение только оффлайн. Это арбитраж. Есть арбитраж трафика, есть арбитраж юридического характера. То есть у нас в городе Днепр есть обзвон клиентской базы привлечения трафика, это юридический арбитраж. Доходность 35-44 тысячи гривен в месяц. Ставка 22,5 плюс бонус, плюс процент. И в Днепре предоставляем жилье, предоставляем переезд также оплачиваемой компанией. Если интересно, вот Телеграм напишу, уточни касательно арбитража. Есть еще крипта, переписки и чат. И есть дистанционка для ребят с опытом на переписках. Ну вот очень много у меня сейчас на переписках и на дистанционке работают ребят, которые ранее работали на брачке. То есть брачка сейчас не особо дает, не особо дает онлифанс, ну то есть модели уже заезженные, военное время, туда-сюда. Как бы не все хотят работать особо на этой брачке. И ребята переходят на переписки в крипту. Сейчас переписки высокооплачиваемые, 20% с клиента, на брачке таких процентов вообще никогда в жизни не видать. И выплата либо раз в неделю, либо раз в день. То есть очень удобно, что вы каждый день можете отработать, получить. Свободный график, работаете либо 2-3 часа в день, либо целый день тоже от вашего загруженности. Вот о коняка. Боже, Жорик, привет. Зайчик, я думаю, с кем вы попидориться? Никого не нашла? Вот нашла Жорика. Давай. У брачки 40% дают. Ну тоже 40% от чего? От суммы фотографий каких-то? Ну это небольшие суммы, поэтому 40% это не те 20%, как ты можешь заработать от инвестиций на крипте. Понимаешь? Ну 20% я не видела вообще такой процент по Украине в целом. Видела 7%, видела 2%, видела 15%. Это прям вау считалось. 15% там даже ставку не платят. А здесь это 20%. Так, Саша, еще дальше. Боже, привет из 47-й. Привет, привет из 37-й. Причем тут что дальше? На удаленка? Да, есть удаленка для ребят с опытом на переписках. То есть если ранее работали, хотя бы там от 2-х месяцев, если ранее работали, передавали клиентов, там работали на лидогенерации, на брачки, на онлики, не знаю, на бирже, на форексе. Напишите в телеграм, уточняйте условия. Свободный график, выплата либо каждый день, либо раз в неделю. Очень удобно, регулярно, поэтому пишите в телеграм. Так, ребятки, город Днепр, город Ужгород. Нужны люди со знанием либо словацкого, либо чешского языка. Словацкий, либо чешский язык. Доходность у нас там 1100 долларов, менеджер в криптокоманду, плюс ставка, плюс премиальный бонус. 1100 долларов, только ставка. Ребят, можем оплатить переезд в Ужгород, можем оплатить проживание в Ужгород. То есть от вас знание либо словацкого, либо чешского. У нас сейчас парень переехал с Умской области со своей девушкой, и два друга у нас переехала с Уманьской области. Поэтому если вы из других городов, все равно оплатим переезд, жилье и так далее. Хотела я сдуть, если честно, хотела, да, я немножко подздувать губы, но я очень сдукую, если честно. Я очень боюсь, очень сильно, я не знаю, что мне делать. Я просто боюсь, что если я их сдую, то у меня будет какой-то отек в инке, и будет еще хуже. Но сдуть я немножко хочу, потому что у меня пошла миграция вон туда внутрь. Не знаю, так видно будет или нет. Ну, такая миграция, она мне дискомфорт причиняет. То есть я ее чувствую, она бывает даже и подбаливает, поэтому это как-то ненормально. И мне сказал косметолог, что нужно вот это вот сдуть. А я боюсь. Я устала слушать твои оправдания. Стремно выглядая. Это нормально выглядая, типа эстетично мне все нравится, мне все подходит. То есть я не скажу, что оно прям страшно выглядая. Но из-за того, что пошла миграция, это нормально тоже. Миграция это нормально. Из-за того, что у меня большое количество филера, и у меня длительное время уже не было какой-то коррекции. Поэтому вот так. Вот так вот. А мне нравится, симпатичная девушка. Спасибо, спасибо, дорогой. Поэтому выгодно. Не прикрывайся, а то начинаю не понимать тебя еще больше. Не прикрывайся, а то начинаю не понимать тебя еще больше. Ну, опыт на крипте от 300 и выше. Ну, ребят, смотрите, на крипте вы можете зарабатывать регулярно. И из-за того, что это классные доходности компании, 20% для вас, это также будут классные выплаты. Выплаты у нас либо каждый день, либо раз в неделю. Например, я на дистанционке у нас работаю 3 месяца, и у меня выплата раз в месяц. Мне так удобно. У меня просто несколько проектов есть, и у меня практически выплаты каждую неделю. Ну, не с каждого проекта, а вот один проект раз в месяц, второй проект раз в месяц. И поэтому каждую неделю у меня есть какие-то поступления на карту. Как меня еще интерпол не нашел. Да, поступления есть на карту, на криптокошелек у меня есть поступления, и я их потом еще и вывожу с криптокошелька. Но это не важно. Важно то, что, сейчас расскажу вам, важно то, что я выбрала раз в месяц, и мне раз в месяц там о двадцатке в любом случае приходят. Если у нас ребята, например, там моя знакомая Настя, она тоже с нами работает, у нее выплата каждый день. Каждый день там, ну, это небольшие выплаты, но вот ей так удобно. Я тоже девушка. Интересно. Я тоже девушка. Это хорошо. Ты обещала, что в конце месяца превратишь меня в отца, а Каза не... Что? Я такого не обещала? Какого отца? Я не хочу детей вообще пока что, сто процентов. Мне иногда страшно, что у меня папа... У меня папа такой, типа, он очень любит мою собаку. Мне парень говорит, что если у меня будет, типа, ребенок, у нас будет ребенок, то папа будет, типа, очень-очень этому рад. Но я как-то сомневаюсь в этом, и я не хочу такого пока что. И говорю, что у меня есть брат, у меня брат, конечно, младший. Я говорю, пусть на него будет надежда, пусть он там уже свою фамилию будет передавать и так далее. Типа, я ни при чем. В интернете можно работать, а не в офисе. Да, можно работать на дистанционке, можно работать удаленно. Ну, для удаленки мне нужен человек, который уже имеет опыт на переписках. Хотя бы от двух месяцев. То есть, если вы ранее работали на переписки, работали в чате, работали, не знаю, на онлики, на брачки, на форексе, на бинансе, передавали клиентов, да, там передача трафика была. Тогда, да, пишите в телеграмму, уточняйте выплаты либо каждый день, либо раз в неделю, да. Вот ссылочка, либо ссылка в шапочке профиля, и вас более детально уже проконсультирует HR. Касательно удаленки, HR может вас набрать, если у вас какие-то там вопросы останутся, потом уже дать вам группу, в которой там наши участники, наши сотрудники на удаленке работают. И там уже пообщайтесь, например, с ребятами, которые там работают. И у вас будет определенный, типа, тимлида, который будет смотреть, помогать вам, коуча такого. И зарабатывайте, развивайтесь. А что-то нужно платить, вкладывать? Нет, конечно, это переписки или дегенерация. То есть, у вас будут платформы, вы пишете клиента и передаете его дальше, за это зарабатываете. Ничего не надо вкладывать, никакие там вклады, какие-то проценты не нужны. Кстати, я очень много вижу такую тему, вот сейчас у меня знакомая, она тоже когда-то работала, типа, на офисе, но сейчас она крипта, да, криптовалюта. Есть переписки в чате, если это офлайн работа в коллективе, в команде, переписки в чате по крипте.